добрый день дорогие коллеги надеюсь меня хорошо слышно рад вас приветствовать сегодня весенний день на такой вот теме по искусственному интеллекту но неудивительно что эта тема появилась на нашем семинаре по моему сегодня из каждого утюга звучит об искусственном интеллекте но как ни странно нам это прямо в тему и как раз очень интересно с той точки зрения рассмотреть которые мы изучаем все явления связаны с коммуникацией знанием информации но вот интеллектом ну и хотел бы просто сразу показать вот очень интересно кажется что тема искусственного интеллекта вот и стала внезапно номер один очень модный но на самом деле концепция искусственного интеллекта возникла аж в середине двадцатого века почти 70 лет назад автор ее джон маккарти ну а вот модной стала именно сейчас почему ну потому что она начала по-настоящему работать и все больше факторов и концептов которые вот связаны с этой идеей но во первых очевидные успехи да мы называем искусственным интеллектом становится все умнее и умнее побеждает шахматы и удар и уже даже в год это как раз игра которая наиболее сложная для искусственного интеллекта считали что еще очень очень долго он будет до этого расти роботизация техники на каждом шагу и это выливается в пришествие так называемой четвертой промышленной революции которые мы вот ждем и соприсутствуем ну и ставятся уже острые вопросы из последнего письмо кота который вы наверняка слышали подписаны илоном маскам стивом возняком еще тысячи экспертами эксперты в этой области которые ставят вопрос очень остро об искусственном интеллекте как глобальной морально-этической проблеме просят взять мораторий на его развитие хотя бы на полгода чтобы вообще как бы осмыслить последствия опасности угрозы и так далее то есть искусственный интеллект он становится нечто типа я где типа глобальной угрозы какие мы восьмидесятых годах имели в виде угрозы ядерного разрушения или вот климатической смены вот еще одна глобальная проблема вот ну и просто вот становится модно из последнего всем нам хорошо известный арбикон который приглашает сейчас на свою конференцию дал право сформулировать сформировать повестку искусственному интеллекту этому новоявленному чат gpt4 только в январе вышел и вот тоже очень много добавил вот этот хайп по поводу искусственного интеллекта вот и повестка конференции которые уже предложены разосла она сформулирована якобы вот искусственным интеллектом так что наблюдаем но в целом конечно вот мне кажется самое важное это промышленная революция и вот эта глобальная проблема потому что мы этот наши дни прямо ощущается мы ощутили как как человечество некое преследование и очень остро стал вопрос они можем ли мы подпасть под власть искусственного интеллекта вопрос который собственно уже давно задается все всяких научной фантастики и фильмах на эту тему но вот он перешел уже в плоскость публичной политики на и об этом ответ мы здесь может быть разный власть или не власти но то что искусственный интеллект во многих аспектах будет мощнее человеческого интеллекта это уже сегодня аксиома никто не спорит важно вот в каких не во всех ли но в целом я бы сказал я бы здесь выделил две две вещи что все-таки искусственный интеллект сегодня это результат прикладных исследований практик это мы прежде всего вот скажем уже такой итоговый результат в виде этого g5 чата уже имеем по факту очень интересные наработки которые конечно провоцируют осмыслить себя ну а второе вот пожалуй еще более важный это был я буду на протяжении всего своего вебинара говорить то что искусственный интеллект это наверное все таки неудачное название того что имеет совсем другую природу а общее название более правильный смысл этого феномена это тотальное внедрение информационно-коммуникационных технологий в нашу жизнь вот собственно это я считаю настоящий искусственный интеллект когда то что называется big data то есть вычисление и параметризация всего во всем даже в повседневной жизни вот это собственно и есть проникновение компьютера в нашу жизнь это есть искусственный интеллект вот но кроме всего вот этого прочего сказанного искусственный интеллект это же еще и философский концепт и собственно вот этот вот фокус на самом деле сегодня нас и будет интересовать в первую очередь ну и те кто знаком с нашим семинаром с этой нашей серии с моими лекциями тоже готов должен быть готов к тому что мы вот этот практический аспект книги и что что нам ждать в библиотеках и книжной отрасли это уже будет у нас как итог вывод самом конце а основное внимание я хотел бы уделить именно концептуальному анализу того что такое искусственный интеллект и прежде всего с точки зрения того что интеллект это некое новое название того что мы раньше называли разумом или сознание собственно в этом плане мы вот это преследование опасность и ощущаем и мы постараемся разобраться что такое интеллект и потом уже какие-то прикладные выводы из этого сделать в частности в каком отношении искусственный интеллект находится книги и как их рядом поставить что из этого следует ожидать итак начнем наше размышление ну я призываю до поставить вот это понятие в ряду традиции какие что было до него почему вообще раньше не говорили там слово интеллект откуда оно возникло вот а собственно говорили но говорили называя это разумом и ставим вопрос а вот о самых фундаментальных каких-то наших вопросах будьте бытия прежде всего как мы мыслим что такое наш ум тождественным он с психикой вот эти все вопросы возникают когда мы касаемся начинаем задуматься об интеллекте и что такое искусственный интеллект как думают животные соответственно может ли мыслить машина и вообще не возникли искусственный интеллект понятия потому что мы стали вопросы ставить по-другому вот собственно вот последний тезис я считаю самый главный именно поэтому мы стали ставить вопросы по-другому и возникло и новое понятие но то что стоит за ним это по сути дело способы и свойства когнитивной деятельности которые были всегда и которые могут по-разному интерпретироваться во-первых в руслах разных философских традиций гносеология этим занималась эпистемология когнитивистика ставят разные углы зрения но феномены которые нам нужно объяснить и которые скрываются под этим понятием те же самые способность чувствовать и воспринимать способность рассуждать и делать умозаключения способность обобщать и мыслить вот это собственно всегда скрывается под понятиями разума сознания интеллекта и еще можно добавить таким базовым способностям более изысканные что ли там а вот запоминать а воображать а пророчествовать это все свойства нашего интеллекта но вот когда добавляешь вот эти дополнительные это может все весь фокус концепции полностью перевернуть вот и за этими вопросами стояли и великие умы нашего в нашей цивилизации о которых мы и пройдемся это платон аристотель одна эпоха к дающий один ответ это декарт лог новое время философы дающие начало науки дающий свой ответ собственно с которым мы на который мы едем нам на чем движке едем и кант вот я считаю три таких ключевых рубрики и разные концепции за ними стоят так зовем ум разум сознание совершенно разные а вот в чем они отличаются попробуем разобраться начнем с аристотеля который у нас открыл логическое мышление по сути дела вот один из первых философов как только они вообще появились и сразу практически он дал полный исчерпывающий ответ на наши вопросы которые мы задали и ну во первых он основной на одной из основных его заслуг построение науки логики во всех важнейших тончайших своих аспектах и согласно вот его подходу объяснению сущность мышления это способность делать логические умозаключения то есть рассуждать и наше мышление это по сути дела оперирование некоторыми интеллектуальными сущностями то есть символами логическими отношениями в ходе оперирования которым рождается новое знание ну и известно что силогизм вот его основной инструмент и для логики и для создания нового знания вот собственно здесь уже заложено и там три четверти понимания вот эти тех тех вещей которые нам нам нужны при понимании искусственного интеллекта а дальше это вот линия логики получила свое мощное развитие и прежде что конечно 20 20 веке поддержала вот эту линию и первую очередь развитие математической логики как предпосылки концепции искусственного интеллекта построение искусственных языков теории информатики и программирования создания алгоритмов вот эти это вся линия она как бы развивает линию логики в котором ну как и создание алгоритм происходит некое оперирование интеллектуальными сущностями перекладыванием так скажем справа и лево и основное что здесь бросается в глаза что вот это вот оперирование это как бы движение наполненных сосудов это чисто логические формализованные рассуждение операции и собственно одно из основных тезисов в противовес концепции искусственного интеллекта и принадлежит философу Джорджу Серлю в котором он его тезис он аргументирует так что оперировать символами это не значит понимать их вот есть такой парадокс китайской комнаты вот связи с тоже с искусственным интеллектом где действительно очень можно многого можно добиться в разуме рассудочности рациональности оперируя понятиями и чистой математикой но из этого не рождается понимание вещей вот и вообще соответственно вот мы логику логические отношения их значение для мышления обсудили и встает вопрос как далеко можно ввести рассуждение не отталкиваясь от чувственных данных вот собственно ключевой вопрос в отношении искусственного интеллекта для аристотеля здесь не было проблемы потому что человек имеет с чувствами дело с чувствами данными изначально а вот для машины для робота компьютера здесь конечно и основной затык но сразу же за и вместе с аристотелем последовал и аргумент с другой стороны со стороны платона и собственно он звучал так что логическое мышление вообще недостаточно для понимания мышления как такового и здесь мы сразу обратимся к его концепции идеи до в котором он разделяет царство теней то есть каких-то там всяких образов метафоры и порождение нашего создания и царство идей то есть истин настоящих мыслей и вот эти вот идеи о которых он учил это сущности которые могут быть постигнуты только интеллектуально их нельзя вывести ни из каких там конкретных опытных данных благ много это вот может быть и подарок и цветы и удовольствие но вот идея блага это не то ни другое не третье она может быть постичь постичь только интеллигибельно разумом и познание вот таких идей это не восприятие их из своего опыта их можно по-особому воспринимать припоминать как его концепция была а не познавать узревать а не воспринимать и он прямо говорил что это на некое свойство способность божественного ума это некий высший род познаний по познавать такие интеллигибельные идеи и они намного выше логического рассуждения назовем их интеллектуальной интуиции это вот концепция которая противостоит чисто логическому рассудочному оперированию и если вот у платона в античности я так обобщил эту концепцию как ум до мышление как ум дальше этот подход был немножко там развиты в другую сторону но он стал ключевым вообще для всей эпохи включая средние века но в средние века уже интересовало не столько познание вещей сколько богопознание и вот это вот направление вышло развилась концепцию богопознание то есть познание трансцендентное познание то того что повыше выше вещей что выше предметов опыта вплоть до того до такой особой линии скажем мастер эрхард интеллектуальной мистики способность узревать трансцендентные вещи сверхопытные и ну основной подход познание вообще не с нашим восприятием вещей в то время связывалось с неким восхождением духовным восхождением интеллектуальным восхождением только вот на пике этого восхождения человек становится богоподобен и способен к этой открывается вот к этой способности познание богопознание вот так возможно ли почему это вот так по пространу изложил возможно ли проблема богопознание в контексте понятия искусственный интеллект абсолютно да рядом даже не стоит это просто к тому что все наши понятия концепции они облаке других понятий возникают если приложить мышление вот наши прошлые эпохи к постановке вопроса искусственного интеллекта то это вообще будет некоторый абсурд а объясняли они те же самые вещи и пошли и дальше развивать а вот новое время сказка который собственно запускает все процессы продолжающие сегодня рождает совершенно другой подход в этом ключе причем он очень двойственны два крыла эмпиризм и рационализм и о чем говорит первое скажем лице лока философа о том что познание это чувственные ощущения в первую очередь обобщенные интеллектуальными навыками то есть вот это логики интеллектуальные все вторично а первично ощущение восприятия соответственно чувственные данные и опыт который и есть опора познания и она же становится основой концепции науки которая дальше вот развивается вплоть до наших дней это вот основа эмпиризма а вот основа рационализма ярким из которых представитель был декарт он все-таки более чисто такой интеллектуалистический и он утверждал что познание все-таки это сугубо интеллектуальная способность к адито это сознание и это самостоятельная деятельность создания независимо от всяких вот опыта чувственных данных и он один из первых озвучил концепцию идей априори то есть есть у нас ряд идей и например вся математика к этому относятся которые нам даны до опыта вместе с рождением врожденные идеи ну можно за что то что платон называл божественным здесь это как априори просто как доопытные на самом деле немножко другие разные вещи и вот в контексте вот этих вот двух крыльев на теории познания итог мышления это синтез опыта и сознание чувство и рассудка и вот здесь вот эти два крыла очень важны друг друг для друга потому что условия вообще вот этой концепции сознания это единство антологии и гносеологии единство бытия и создания соответственно если мы зададим вопрос а если здесь место искусственного интеллекта то тоже это будет пустой бессмысленный вопрос потому что вот в контексте вот этого единства антологии и гносеологии там в искусственном интеллекте вопрошать просто странно, то только человек, который представляет собой вот это единство, он может с интеллектом иметь дело. Это один момент, а второй заключается в том, что в данном мировоззрении интеллектуальное знание человечества строится на концепции научного познания. Именно создание нового знания. Способен ли искусственный интеллект создавать науку новое знание? На мой взгляд, все, кто занимается, им тут будут очень сильно колебаться. Скорее всего, нет. Искусственный интеллект не у знаний. Он не может строить научные теории и развивать науку. Это мы даже ему не рискуем приписать. А это важный звоночек для нашего внутреннего понимания. И, наконец, следующая эпоха, которая нас по этой лестнице осмысления, познания, мышления, это Кант. И, как известно, вот очень четко его идея сформулирована как идея чистого разума. Разума в своих внутренностях, что что ли, без опытного познания, на что он способен. И Кант, который, ну, наверное, вот в этих вопросах самый большой авторитет и самое большое наследие оставил, трактует разум как способность, условия, возможности познания, восприятия, опыта. И он очерчивает область трансцендентального познания. Было трансцендентное поверх опытного знания, а трансцендентальное это до опытного познания. То есть опыт возможен благодаря тому, что наш разум обладает такой способностью уже обрабатывать эти чувственные данные. То есть он колоссальная предпосылка такая. чистый разум и в частности категория сознания то, что он делает это как бы некий каркас восприятия действительности, в который погружаются вот эти чувственные данные и возникает понимание вещей. Но соответственно рассудок и разум не может работать без чувственных опытных данных. Опять-таки вот это обязательно единство рассудка и чувств. вот тем не менее что вот важно осталось за Кантом то, что понимание сознания как автономного сознания как того, что вот принадлежит человечеству как бы сугубо человеческое против вещи в себе. То есть все внешнее это вещь в себе непостижимая и нас на самом деле не интересует какое оно само по себе нас интересует то, как вещи являются нам. Феномены наши вещи и наумены это вот вещи сами по себе. И вот эта революция в подходе была настолько убедительной, что мир больше не смог вернуться в метафизику. Вот эта прошлая эпоха Лока Декарта была тоже в этом смысле перечеркнута. И вот в этом ключе можно ли сознание в кантовском смысле назвать интеллектом. Он же автономен, самостоятельен. В принципе да, но с важной оговоркой, что сознание и в его понимании это есть все-таки самосознание. И ключевые вещи, которые он выписал от своей колоссальной аналитики, это такие вещи, как трансцендентальная сила оперцепции. Но это и есть самосознание, суметь все вобрать и осознавать себя, различные части своих восприятий. Вот одна вещь ключевая, сила воображения, то есть по сути дела вся способность перерисовывать в краске нашего сознания перерисовывать ноумены, феномены. То есть вот этот элемент самосознания, это все та же душа, как и у Аристотеля и в метафизике, то есть то, что не сводимо к операциям. То есть ответ нет. Кант бы в понятиях Канта не придешь к понятиям искусственного интеллекта. Но время идет и философская динамика тоже очень энергична, особенно в 20 веке. И в 20 веке возникла с расом целый ряд направлений подготавливающих концепцию искусственного интеллекта. Но прежде всего прямо вот по следам Канта неокантианцы и феноменологии, которые развивали теории рациональности чистого мышления, но выводили его за пределы уже индивидуального сознания, которое Канта все-таки маячит все время и по сути дело привели к пониманию сознания как социума и культуры, особенно вот у неокантианцев в их рассуждениях о ценности, о том, как строится рациональность культуры а не индивидуальной психики. Второе мощное направление, как я сказал, без которого немыслима нынешняя ситуация, это лингвистический поворот и логический позитивизм, которые разработали весь язык информатики и трактовали сознание как язык, не как индивидуальная психика, а как язык. Третье, конечно, суперключевое, это развитие информатики и кибернетики от Винера, где сознание, можно сказать, трактуется уже как такая электрическая коммуникация, обмен информацией, вот практически в тех же терминах, что и сегодня. И еще одну школу я бы хотел назвать материалистическую, по сути дела тот же марксизм, который тоже важный момент для этого нашего открытия создало. Ну, марксизм как материализм, он снова там смыкает сознание и материю, трактуя сознание как свойство высокоорганизованной материи. И вот в этом же ключе я бы связал вот такую попытку опять через материализм к идеализму, как говорится, прийти, бихевиоризм, который тоже очень важный предпосылка для понятия искусственного интеллекта, и который трактует сознание как свойство высокосложной психики реагировать на раздражение, да, их концепция стимул реакции. По сути дела это, можно сказать, очень созвучно марксизму. Ну, и вы видите, что вот в этих вот направлениях уже происходит отщепление концепции сознания от человека и от индивида, и по сути дела отщепление от психологии, хотя как раз вот на стыке с психологией очень много важных открытий. В общем, как итог этого развития сознания не является больше божественным даром, все забыли, сознание не является частью души или психики, тоже прошли, и сознание даже не является способностью. В общем, вернее, вот эти философы практически вывели сознание из тех понятийных книжек, где оно там столетиями развивалось. Сознание, за сознание принялись, так скажем, программисты, они, собственно, и привели нас к понятию искусственного интеллекта, вот поэтому мы сейчас немножко их обуздаем и разберемся. И в этом плане концепция искусственного интеллекта это просто результат вот тех открытий, тех практических результатов, которых они добились. В общем, имеют право. Но дело и как итог дела получается вообще не создание. И интеллект это вообще не создание, не обязательно их связывать одно с друг другом. Вот, соответственно, фиксируем, за понятием интеллект скрывается глубокий мировоззренческий поворот, который и составит содержание следующей эпохи. Этот поворот прежде всего в том, что мы в трактовке мышления отказались от концепции души, божественного дара и даже сознания, хотя, казалось бы, какая может быть мысль без сознания. И вот попробуем вот эти практические наработки, которые нам показали наши программисты разобрать, к чему они пришли, к чему они сходятся. и как итог, ну это уже я бы так сформулировал, что искусственный интеллект это прежде всего то, как понимаем себя мы, кто мы есть, а не вот какие-то там роботы, и мы это увидим. Почему я так говорю? В разработке вот этих работающих концепций искусственного интеллекта существует два подхода. И они исходят из неких таких предпониманий, предпосылок, представлений, которые связываются с искусственным интеллектом, этими нашими кибер разработчиками. Ну, во-первых, искусственный интеллект это представление, согласно которому робот, не имеющий биологические основы, способен мыслить аналогично человеческому интеллекту. Допустим, он способен. В этом, в этой доктрине интеллектом соответственно называется единая способность, которая может быть присущ и человеку, и роботу. Ну, собственно, поэтому мы и противопоставляем как искусственный интеллект. Наш естественный, тот искусственный. И еще один момент предпосылка, гипотеза, интеллект соответственно способность, которая может быть воспроизведена интеллекта. То есть это не то, что присуще нам неотрывно, а можно взять и воспроизвести такую же способность, как и у нас способность к интеллекту. И как это доказывается и показывается? Первый путь это моделирование биологических психических систем, то есть некая роботизированная мыслящая машина, как аналог биологической психики. мы его сейчас разберем. Но есть и второй путь, это моделирование сознания по универсальной схеме, которая может быть воспроизведена не только биологически, но и механическими системами. То есть с другой стороны, не от человека, а от самой системы мышления. И вот этот подход, на мой взгляд, еще интереснее. И тем не менее, вот то, вокруг чего сейчас в основном говорится, это прежде всего путь интеллект, как попытка воспроизвести интеллект, как некий аналог человеческой психики. Это, конечно, совершенно новая страница в истории мысли, очень интересная. Обратимся к Джону Деннету, американскому философу-бихевиористу, который как раз очень интересно немного исследовал вопрос, как возникает сознание, как мыслят биологические системы, мыслить ли животное, и, соответственно, может ли мыслить робот. И, собственно, его вот этот вот подход, они приходят к тезису, что сознание это некоторый порог деятельности биологических систем, связанных с деятельностью, то есть некий уровень развития биологических нервных систем. И его аргументация очень интересная, что вся природа, она, по сути дела, уже является такой вот результатом и, скажем так, котелком, в который варится сознание. И начинается это с самых простейших форм с клеток, даже не клеток, а с первых форм жизни, это у нас самореплицирующиеся макромолекулы. Вот эта первичная форма уже даже жизни или не жизни непонятно, но у них уже есть способность у этих макромолекул, сложных молекул воспроизводиться, они уже работают как роботы, и по сути дела они и есть ДНК, то есть те генетические коды, которые легли в основании и нашего существования, нашей жизни, то есть наш первопредок, самореплицирующиеся молекулы, то есть в них уже какое-то движение к эволюции сознания. Ну а дальше и вот в принципе легко проследить вот эту эволюцию жизни, да, базовое действие у всех это, что приводит к организму, это реакция деятельности, на какое-то воздействие следует реакция, и все эти организмы, они развиваются именно благодаря деятельности. Завершается это развитие мозга, уже как сложной реактивной системы, в котором не просто вот реагирование происходит, а такое сложное, непредсказуемое, так скажем, реагирование на внешнее воздействие. И главное его свойство это интенциональное сознание, то есть всегда он имеет некий смысл жизни, да, вот репродуцирующаяся задача воспроизводиться, это как бы то, что заложено в природе, это собственно и есть вот этот двигатель сознания, который все больше и больше проявляется и наконец приходит уже к своему самоосознанию, как марксисты говорили уже с высокоразвитой материи. Ну, а суть вот этих вот содержаний сознания это и есть вот это содержание реакции, то есть некие преобразования данных внутри биологических процессов, все более и более сложные преобразования и важен вот тот уровень этих преобразований, когда возникает способность осваивать лингвистические системы, то есть оперировать с знаками, символами, языками, речью и так далее. Вот это базовый такой переходный момент. Ну, достаточно ли это для сознания? Тут на этом подходе, конечно, возникает много всяких там вопросов и подножек, да, в частности, можно ли из этой вот эволюционной такой линии обосновать, а что такое боль? Вот мы можем знать боль только по нашим чувствам внутренним, это по, а можно ли осознать чужую любовь, тоже нельзя, или чужое страдание? Вот одно из фундаментальных таких фактов, что мы не можем самоосознание, то есть субъективные вещи, вообще объективно зафиксировать и познавать, да, мы можем это познавать только по себе, внутри себя, и вот это индивидуальное самоощущение, это некое свойство психики, от которого нужно отвлечься, если мы стремимся перейти на объективный язык и описать процессы сознания, поэтому их очень сложно описать, и тем не менее, вот это именно тот подход, который ведет к позиции, что мозг это и есть сознание, и нам требуется создать эмуляцию нервной деятельности, это и будет искусственный интеллект, и соответственно по этому пути пошли ученые, и разработали концепции, которые вполне вписываются в эту доктрину, в принципе вы ее знаете, это все повсюду и везде, но я воспроизведу в самых таких коротких чертах, основу нервной системы человека образуют нейроны, сложные нервные клетки, и что происходит в нем, из чего возникает сознание, все это, нейроны выполняют функцию передачи и усиление или ослабление информации из внешнего мира, он воспринимает какую-то информацию и передает следующий участок организма, усиливая или ослабляя, и создавая некую интегрированную реакцию на основе вот этих восприятий. И вот если сближать это с той доктрины, которую подхватит искусственный, ну, концепции искусственного интеллекта, по схеме стимула реакции, нейрон является посредником или процессором, вот тоже понятие, которое здесь очень важно, процессором, перерабатывающим внешний стимул во внутренние действия, то есть внешнего раздражителя во внутреннюю реакцию. Вот, и соответственно малые нейронов, то это прямые действия, например, колем пиявку, что она делает, она напрямую реагирует. А вот если много нейронов, возникает нервная сеть, и возникает сложное непрогнозируемое преобразование информации от входа к выходу, это и есть уже сложный организм. вот человек выбирает примерно 85 миллиардов нейронов, и каждый нейрон имеет чуть-чуть ли тоже там по тысяче пересечений посредством синапсов. То есть создается нейронная сеть очень высокой сложности реакции, поэтому реакции гораздо сложнее, ну и собственно на этой сложности возникает уже сознание. И вот собственно вот такое описание вещей, которые дали биологи, подхватили математики. И в 46-м году Макколок американский ученый предложил математическую модель искусственного нейрона, которая выполняет те же самые функции, но уже как бы совершенно на другой материи в математике. То есть это некое упрощение как всегда в математике и заключается она в том, вот по сути дела которые дальше внутри системы преобразуются с помощью весов W разных еще интегрируются в некую функцию в итоге. То есть посредством перемещения различных весов данные при входе трансформируются в какое-то там итоговое число. Это и есть искусственный нейрон, к которому даже есть вот формула которую я вам привел. В общем по сути происходящего процесса это аналог. И вот эта модель позволяет построить и концепцию искусственной нейронной сети на основе математической модели. Вот зачитаю определение искусственной нейронной сети из Википедии который мне кажется вот очень четко воспроизводит те понятия которых я употребил. Искусственная нейронная сеть представляет собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров искусственных нейронов. Такие процессоры обычно довольно просты каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами которые он периодически получает и сигналами которые он периодически посылает другим процессорам. И тем не менее будучи соединенными в достаточно большую сеть с управляем взаимодействием такие по отдельности простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи. То есть искусственные нейронные сети используя вот эти рецепторы как бы собирают информацию воедино уже в какой-то информационный сигнал и ну некий результат при фиксации ошибки на этом результате в этих нейронных сетях можно изменить параметры и она сама по сути дела можно заложить она сама способна модернизировать свое поведение и адаптироваться на этом построена модель самообучения нейронной сети которая вот ищет как прийти к тому результату которому она должна прийти программными средствами и вот что здесь очень важно по сути дела это и есть революция что в данном случае компьютер с помощью вот этой вот концепции нейронной сети решает задачи связанные не с четкими алгоритмами как раньше было присущи компьютеру вот этими логическими а с адаптивными поисками решений самопрограммируем чего раньше вот чего нельзя достичь вообще путем алгоритмов хотя в целом биологические математические модели это конечно совершенно разные на разных исполнителях их объединяет только то что это просто способы обработки информации но вот когда мы построили вот этот концепт компьютера нейросети можно задуматься о том что это уже является собой это некий машинный сегмент который может быть расширен до сколь угодных величин и тут уже играет роль там закон Мура мощность процессоров вычислительной мощности и вся вот эта техническая инфраструктура он может компьютерная нейросеть может объединяться с другими сегментами в нейросети более высоких порядков так называемые многослойные нейросети и развиваться и вот развитие экосистемы машинной обработки информации можно рассматривать как дальнейшую эволюцию нейросети которая ведет к искусственному интеллекту такая эволюция нейросети подобна развитию огромного интеллектуального организма искусственного суперинтеллекта собственно такой вектор и задают теоретики искусственного интеллекта. Может ли вот такая искусственная сеть догнать нейросеть человека? По двум аналогиям. Тут еще возвращаясь к одному интересному аргументу Даннета, который отмечает, что организм это тоже робот. На всех своих частях, элементах, на уровне клетки, ниже и выше, это по сути дела робот. В каждой из клеток выполняются запрограммированные задачи и процессы. И вегетативная система организма по сути дела это растение. Когда мы спим, или когда находимся в коме, человек в коме находится, он по сути просто растение, в котором все работает, не работает только организм. И человек, вот за минусом его сознания, самосознания, это комплекс биороботов, который выполняет свою работу четко, без всяких там приказов. Ну, а искусственная нейронная сеть, это тоже комплекс простейших таких и роботов. то есть здесь тоже можно строить аналоги. Сознание, собственно, противостоит вегетативной работе организма. Это то, что сверх этого проходит через какой-то барьер. Но вот когда и как и как происходит этот переход, где деморкационные линии, если мы будем пытаться вот такими количественными аргументами нейросвязей, нейросетей рассуждать. На сегодня уровень искусственных нейросетей, которые вот создаются и в практике работают, это по величине свое 10 в 3-4 степени. То есть очень низко объемные, низкоссылочные конструкты. По аналогу природной нейросети они аналогичны пиявке. То вот о чем мы с вами рассуждаем, это по сути дела о пиявках. Мы пока еще боимся пиявок, потому что нейросеть человека она на много-много порядка выше. Она охватывает связи на 10 в 13 в 14 степени. Только тогда вот возникает что-то подобное интеллекту. Но радоваться рано, потому что вот мы знаем по закону Мура, каждые два года удваивается процессинговые мощности. И если посчитать ну буквально годами сколько нужно лет, чтобы достичь сколько угодно по величине цифр, это очень немного лет. И вот ученые посчитали, что достижение вот таких объемов связей аналогических биологическим нервным сетям произойдет в начале 30-х годов. Очень скоро. Ну а на сегодня вот мы имеем уже проекты, например, Digital Reasoning в Теннессе, которые создали нейронную сеть, состоящую из миллиардов цифровых нейронов. 10-10 степени. То есть в принципе этими темпами и движется все. и тем не менее, если вот отталкиваться от этого подхода и эмулировать работу мозга, оцифровывать мозг, как это делается во всех других сферах, работа это практически недостижимо. Эмулировать модели эмулирования мозга предполагают вычислительные ресурсы, которые, ну как считают эксперты, никогда не будут доступны человечеству. То есть даже суперкомпьютеры ну едва ли они смогут вот такой мощный компьютер создать, который просто вот по аналогии с мозгом также будет обрабатывать информацию этими искусственными нейронами. Так что вот к такому выводу приходит, приводит этот путь. И тем не менее, что очень важно в этом подходе. До сих пор мы с вами представляли, что компьютер это продвинутый калькулятор, который способен только считать. Вот он собственно это работает ну условно говоря по математическим моделям. оперируя данными он способен их преобразовывать сколько угодно мощно там и долго и много но как мы говорили это как бы с незаполненной операцией с такими пустыми сущностями. эта модель вычислительных преобразований называется алгоритмами программами и вот до сих пор методика использования компьютера заключалась вот именно в использовании алгоритмики и программирования. и вот модель использования компьютера как нейросети он производит некую революцию поворот совершенно другой подход он создает ситуацию процессора преобразования и преобразует данные уже не алгоритмически а опытно адаптивно меняя свои параметры то есть он уже может не просто преобразовывать полученные забитые в него данные а получать эти данные это и есть вот это чувство чувственные данные возможность получать из природы из внешнего окружения и преобразовывать их в некоторые чувственные данные в этом и огромная конечно революция вот соответственно если алгоритмическая модель базируется на логике то нейросетевая она уже создает аналог чувственного восприятия и сошлось то что до сих пор не могло сойтись то есть логика сошлась с чувственным опытом и конечно это вот основа вот той того мощного движения к искусственному интеллекту который наметился сегодня и возвращаемся к канту соответственно искусственный интеллект уже сегодня научился и получать данные и обрабатывать данные и упорядочивать данные и даже запоминать тот опыт который он способен формировать чем это не сознание но действительно это уже со всех сторон приближается к тому что умеет человек но тем как я сказал есть ограничения и давайте подумаем обратимся к другой модели которые ну там на той скажем так мы остановились на том что вот это вот сбор данных и даже их обработка она не может прийти к сознанию потому что не может породить в себе самосознание и скажем так философы на этом останавливают это движение и говорят что это не случится никогда давайте обратимся к другой попытке которую делают теоретики вот этого всего направления значит вот биологическая модель создает некого киборга но стыковка не гарантирована и вот тоже аргумент если бы мы понимали язык льва мы все равно бы не понимали его психику потому что это вот разные а вот иной подход как бы со стороны системы а не со стороны биологического организма говорит о том что модель мышления и коммуникации она вообще едина независимо от того кто ее реализует человек или машина и назовем это кибернетической моделью сознания полуману полуману это смыслосозидающие системы в этом случае реконструкция сознания не должна вообще опираться на человека на биологическую систему а должна опираться на единую основу смыслосозидающих систем системы которые способны работать со смыслом и способны быть интеллектуальными и в отношении языка этих систем и человек и робот имеют равные права и мы и роботы мыслим одинаково все сходится и соответственно для лумана неприемлемо понятие искусственного интеллекта а существует только интеллект независимо от того кто его процессирует существует только психика независимо от органической основы и животные это просто некий этап эволюции вот такой вот подход исходя из общей системы в чем он детально как он вот разворачивается и как это все получается у лумана ну в основе ну как вы знаете Никлас Луман немецкий философ и социолог теоретик систем функционалист который основал такую очень могучую интересную философски насыщенную теорию систем и вот в основе деятельности всех систем как утверждает он заложена базовая функция это бинарное различие или его словами рекурсивное процессирование то есть в природе там в системах на любом уровне самой простой системы происходит бинарное различение да или нет утверждение отрицание или математическим языком говоря один или ноль и вот мы видим уже это один или ноль это так называемые двоичные системы числения которые используются для описания машинных языков да один или ноль это просто упрощение ну и по луману это упрощение тех же наших процессов которые ведутся и в нашем сознании и на уровне наших систем и вот это вот бинарное различение оно порождает такое рекурсивное процессирование то есть постоянное движение которое наращивает комплексность и эволюция заключается в том что это комплексность бинарных систем разворачивается разворачивается дает все более сложные системы и завершается это наиболее сложными системами созданием возникновения психики то есть сознание и общество как коммуникации вот эти психика и общество это две смысла созидающие системы смысл по луману это содержание этих сложных систем психики и общества то есть это не от них отталкивается от смысла как самое сложное результат результат вот этого деятельности этих систем и по сути дела сознание и коммуникация это системы выходящие за пределы человека как биологического вида как сознание ну сознание и психика это то что в первую очередь встречается у человека ну по сути дела может быть и встретиться еще там у кого-то наверное у инопланетянина допустим а вот коммуникация это то с чем мы имеем с вами дело это общество она по определению выходит за пределы человека как биологического вида она самостоятельная общество это не сущность состоящая из людей общество это общество состоящее из коммуникации из порождения своих смыслов и вот это вот как раз интересный выход такой за пределы где помимо человека существует смысл и вся эта интеллектуальная деятельность вот соответственно если терминами Лумана спросить возможно ли психомеханические системы то есть роботы которые тоже говорят тем же языком делают то же дело создают смысл он вам ответит да вот собственно очень я не буду в подробностях очень кратко описал этот подход на самом деле очень непростой но вот его суть ответа тоже ясна и на самом деле он очень продуктивный и он гораздо больше проливает свет на наш вопрос чем то что нам дают вот эти вот программисты и биологи пытающиеся воссоздать некий робот человек системная эволюция обеспечивается ростом ее комплексности и уже в ней и в ней вот в рове в ходе этой эволюции не гарантирована высшая роль человека как венца творения потому что может быть и есть нечто выше этого человека и можно представить эволюцию комплексности в таком направлении что возможности и компетенции человека будут только частью вот этой комплексной смысла созидающей системы которая возникает и возникнет в будущем то есть посмотреть нужно шире чтобы понять что происходит и тогда мы увидим что интеллектуальная коммуникационная ментальная система она может быть равно антропоморфно и роботоморфно и в ней человеческое сознание и искусственный интеллект могут находиться в едином симбиозе дополняя друг друга но не будучи сводимы друг к другу и вот в этом симбиозе собственно этот симбиоз и нужно рассматривать когда мы говорим об искусственном интеллекте то есть расширить немножко шоры и можно сказать что вот даже в этом концепте искусственный интеллект ну и когда мы говорим о нем во всяком случае на сегодня искусственный интеллект не имеет целеполагания потому что трудно даже представить чтобы он владел волей поэтому по умолчанию искусственный интеллект имеет служебный характер а человек в этом симбиозе целеполагающий поэтому пока бояться нечего хотя это я говорю пока такие заметки мимоходом и вот та эволюция которую я с помощью Лумана наметил это не угроза а это перспектива из которой практически невозможно выпасть мы как отдельные люди как человечество мы не можем ничего противопоставить космической эволюции мы можем только встроиться и осмыслять то что происходит и что важно в определенный момент смыслоконституирующие процессы здесь должны переходить на процедуры языки которые адаптируют не вычислительные машины к когнитивным особенностям человека а наоборот человека к вычислительным машинам вот эту мысль я уже неоднократно проводил в своих лекциях и статьях что думая о искусственном интеллекте надо не туда смотреть не на то как мы обучаем роботов мыслить а на то как вот эта программная среда нас переучивает мыслить мы становимся искусственным интеллектом а вовсе не эти роботы несчастные это вообще колоссальный цивилизационный поворот и вот его собственно надо осмыслить вот в такой картинке можно представить вот этот вот симбиоз где процессы мышления уже не принадлежат собственно нам надо понимать что мы без серверов без вот этих вычислительных процессов тоже практически уже не конкурентоспособны не дееспособны мы можем только там дворниками убирать пыль на дороге а чтобы мы представляли собой человека властителя вот носителя разума мы в этой системе должны возглавить вот эту инфраструктуру машина человеческого мышления так назовем ноосферы если мы вспомним о великом понятии вернадского ноосфере то совершенно новые смыслы ей передается ноосфера не как некое облако смысловое а как вот этот вот симбиоз в котором есть разделение труда между человеком и машинным интеллектом иными словами работа по созданию искусственного интеллекта заключается не в эмуляции аналога человеческого сознания а в переводе человеческой культуры на язык понятный машинному интеллекту в своей книге вот которая недавно вышла информационная ландшафт цифровой цивилизации вот кому будет интересно можете эту книжечку найти приобрести я вот это называю вычислительным разумом то есть концепция рацию в котором положено число это по сути дела ответ вопрос на который был в первом слайде как назвать вот эту концепцию философскую в русле которого то что мы раньше называли мышлением стало называться интеллектом да это концепция вычислительного разума который мы сегодня с вами строим и в частности цифровизация это и есть перевод цивилизации на компьютерный язык то что мы цифруем все подряд цифруем книги это нужно не нам а нужно вычислительному разуму чтобы машина нас могла понимать и чтобы мы могли говорить на том же языке на котором говорит машина и этот процесс имеет свои кульминации не создание человекоподобного робота а цифровизацию всех экономических и бытовых процессов то есть опоясывание нашей жизни бигдата датчиками данными которые позволяют существовать сознанию вычислительному разуму неразрывному единстве вот собственно такая реконструкция той ситуации внутри которой мы с вами придумали понятие интеллект а потом и искусственный интеллект и вот собственно с высоты вот этого понимания я уже и хочу обратиться к конкретному вопросу а нужны ли искусственному интеллекту книги а как вообще здесь обстоит с нашим делом библиотеками книгами издательствами давайте попробуем уже финишируя подумать об этих вещах что такое книга с точки зрения искусственного интеллекта ну я бы с точки зрения искусственного интеллекта сказал так что книга это носитель антропоморфных данных которые родственные эквиваленты близки человеческому разуму но ну и книга другими словами это компьютер для ветхого человека мы здесь вернемся к библейскому понятию ветхого и нового человека которым является или хотим будем являться мы то есть у ветхого человека был один компьютер книга один носитель данных бумага соответственно книга на сегодня это банк данных человеческого опыта который должен быть перенесен в актуальную цифровую память вычислительного разума то есть оцифрован оцифровка книжного и вообще лингвистического наследия человечества это создание соответствующих экспертных систем искусственного интеллекта основанных на электронных библиотеках ну так некая необходимая на сегодня задача для построения этой цивилизации вычислительного разума возникает два вопроса а нужна ли книга для сбора актуального человеческого опыта который сегодня возникает а не вчера и второй вопрос про чтение а вот чтение является атрибутом антропоморфного или вычислительного интеллекта попробуем ответить и в этом ответе мы поймем как меняются функции книги и бумаги на сегодня это уже факт цифровые технологии научили самостоятельно собирать актуальные данные как мы только что описали и коммуникационные информационные физические то есть оно может уже чувствовать и воспринимать и этим системам вычислительным сегодня уже или завтра не нужен будет посредник в виде книги второе чтение как наша способность это еще и функция машинно-человеческого взаимодействия интерфейса взаимодействия человека и машина но вот в этом аспекте вот такое наше общение с машиной через чтение уже стало тоже очевидно что это свое особенное так называемое быстрое чтение или электронное чтение то как мы с вами читаем там в мессенджерах переписываемся многие говорят что вот посмотри читать стали больше чем раньше там по объему действительно там рост а на самом деле это вот общение совсем другое чем чтение книги как и передача опыта сегодня тоже стала другой чем раньше было написание книги вот в этом плане то есть чтение тоже это не какой-то спасательный соединитель и тем не менее книга и текст остаются посредником общем машиночитаемом пространством для взаимодействия человека и машины недаром говорят да машиночитаемый текст потому что текст мы можем читать и мы и можем читать машины и по сути дела больше ничего нас не связывают но появился и гипертекст гипертекст это уже нечто другое чем текст это цифровая модуляция того чем был текст для человека это новая форма это другой текст но оба принадлежит единому лингвистическому пространству новой цивилизации вот этот гипертекст он уже действительно связывает нас актуально в то время как простой бумажный текст он уже сравнивает нас в смысле ретро и тем не менее для человека очень важно чтобы наследие книги не было сброшено из корабля цивилизации а сохранено и использовано в нем ему то есть человеку очень важно передать книжную информацию вычислительному разуму то есть машине иначе человечество останется без памяти и еще одно бумага и книга как носитель информации может использоваться и оставаться для нас но важно понимать что у нее иная функция она больше не носитель информации она не память человечества она не письменность человечества такой вот памятью письменности стали уже базы данных электронной библиотеки на сегодня бумага книга ну библиотека соответственно это носитель вторичной функции чтения которая уже важна только для нас то есть ее функция второстепенна вот к таким выводам мы приходим если строим понятие в таком ключе и тем не менее целая область задач которые хотим мы или не хотим в русле этой вот постановки сегодня стоим как мы можем использовать эти технологии искусственного интеллекта что мы должны делать чтобы все было правильно и служило прогрессу но давайте выделим несколько областей применения и в них вычленим те задачи которые мы должны над которыми мы должны работать в области текстов и книг первое направление этих технологий это создание базы баз данных экспертных систем то есть сбор данных наполнения знаниями которыми оперирует учислительная машина результат этой работы должен быть создание некой электронной библиотеки которая соберет все тексты и параметризирует все тексты в таком неком лингвистическом корпусе связав все со всем сами понимаете задача огромная мы там в начале пути и очень нужная вторая области распознавания текстов изображений и прочее это задача которая формирует исходные данные то есть является аналогом чувственного опыта для искусственного интеллекта архиважная задача в ее результате должно произойти цифровизация всех текстов которая помогла собирать их в эти базы данных то есть тоже понятно что мы здесь только в начале пути хотя уже кое-что сделали третье уже более активное применение искусственного интеллекта это рекомендательные системы которые анализируют поведение упорядочивают информацию согласно интересным пользователям то есть в практическом смысле помогают нам работать с информацией результат который мы здесь должны получить это удобство пользования и навигации текстами гипертекстами когда не придется блуждать в поисках текстовой информации сразу все сейчас нажатием одной кнопки условно говоря мы получим будем получать то что мы хотим должны получить третье применение еще более сложное это переводы на языки переводы в разные форматы здесь тоже активно идут процессы которые в результате должны получить переходы текста в форматы например аудиокниг разных языков то есть вот это вот манипулирование наперстками на что искусственный интеллект прекрасно в чем он виртуоз вот он в частности поможет нам осуществлять такие переводы которые для нас людей разных культур языков и так далее невозможны ну и наконец творческая генерация там музыки текстов стихов изображений это конечно высший пилотаж и об этом уже об этом отдельные речи отдельные вопросы это творческие задачи которые нас и больше всего удивляют в нынешних разработках искусственный интеллект которых стоит сказать особо потому что вот обращаясь к книге мы должны тоже для себя отметить что ведь книга имеет дело не просто с информацией да а прежде всего с эмоциональным интеллектом и человеческий интеллект вот в отличие от искусственного это прежде всего эмоциональный интеллект вот скажем поэзия какая там в ней информация и в ней конечно же не информация важна да а вот эта вот часть связанная с душой эмоциями чувствилищем то что там на той стороне ну будем верить никогда не получится и сразу возникает целый ряд вопросов например а насколько интеллект может быть иррационален ведь даже будучи иррациональным он не перестает быть интеллектом или например может ли интеллект лгать да на самом деле можем может хотя вот чистая иррациональность она как бы не об этом говорит многие там модели искусственного интеллекта говорят что он не может лгать вот а человеческий может ну и вообще интеллект особенно говоря там о человеческом интеллекте обязательно нуждается материальном воплощении в звуке в цвете в интерактиве и в форме и вот книга это одна из форм которая не сводится и никогда не будет сводима к вычислительной форме какой-либо из компьютерных форм и это один из пределов развития движения стена куда искусственный интеллект никогда не попадет соответственно то что всегда будет интересно и вещи которые вещи которые может понимать только человек и никогда не поймет робот и еще один момент интеллект он не может только имитировать как обычно все-таки происходит с помощью экрана да он может все как бы повторить имитировать он к этому стремится но ведь интеллект он еще и стремится влиться внутрь как бы интегрироваться в жизнь например умный дом умные устройства они не просто стремятся имитировать нашу жизнь они хотят ее изменить стать частью нашей человеческой жизни вот внедрение воспорядок дня конвейер то есть искусственный интеллект будет стремиться наполнить старые формы жизни новым содержанием где он не просто уже какой-то имитатор искусственный а где он часть живой жизни где он живой интеллект и это мы тоже должны понимать и по сути дела использовать чтобы инструменты искусственного интеллекта служили нам делали наши продукты наша жизнь интереснее с помощью интерактивов гипертекста по сути дела это одно из творческих наполнений и использований искусственного интеллекта когда мы создаем электронные книги интерактивные там всякие тесты игры игровые модели и так далее и причем важно что над этим должны работать мы сами вот внедрять искусственный интеллект в наш интеллект должны мы сами а не ждать утопии когда он это сделает на нас и заинтересованы в этом тоже мы сами и вот собственно это и есть сегодня работа которая производит человечество мы с вами попытка обогатить новыми технологиями нашу старую жизнь где нет ничего порочного или неправильного и в частности и наше издательство Директ Медиа у нас много проектов вот пять которые я сейчас изложу как пример другие компании работают в других направлениях очень многие тоже в том же направлении работают как мы пытаемся внедрить технологии искусственного интеллекта в нашу работу с книгами один из самых таких насыщенных непосредственно касающихся этой темы проект он так и называется искусственный интеллект читает книги а и букс это подготовка текстов для озвучивания синтезатором без ошибок аудиокниги очень интересно для лиц ОВЗ они просто необходимы особенно для учебы вот и мы учимся синтезаторы с помощью искусственного интеллекта читать без ошибок читать интересно с выражением еще еще один интеллектуальный сервис над которым мы работаем аналитик чтения на сайте элит аналитик это анализ сложности текста и качества чтения для квалификации уровня читателя то есть помощник преподавателю чтобы подбирать тексты ученику чтобы мотивировать ему чтобы это было тоже органично и комфортно чтобы лучше учился школьник третье направление он демант это заказ книги в любой форме в форме электронной книги аудиокниги печатной книги если вам нужна какая-то книга вы заказываете у нас на сайте директ медиа ру в интернет магазине и за тот или иной срок мы с той или иной степенью гарантии вам подготовили сделаем эту книгу еще одна интеллектуально насыщенная сфера нашей работы и это рекомендательная система книгообеспеченности подборка книг под дисциплины под специальности это очень сложный сервис очень нужный библиотекам прежде всего образовательных организаций они знакомы с этой потребностью когда нужно предоставить книги по тем или иным особенно новым дисциплинам мы то что у нас в наличии сразу предоставляем целым списком закрываем книгообеспеченности ну и наконец еще один сервис мои научные интересы сервис для ученого исходя из научных интересов ученого мы разрабатываем систему обратной связи где тоже рекомендуем ему книги для новой книги важной книги лучшей книги по тем интересам которые его является его научным предметом вот собственно мы не стоим в стороне не только рассуждаем об искусственном интеллекте а вполне непосредственно включены в этот процесс с помощью наших разработчиков программистов нашей команды и надеюсь что вот эти вещи когда-то будут доработаны до какого-то приличного вида и будут полезны в том числе и вам ну что ж дорогие друзья заканчиваю свое выступление может быть немножко было длинно там заумно прошу не быть очень строгими так я вот вижу что довольно много тут у нас было каких-то комментариев сейчас попробую пробежать если был вопрос так тут комментарии тема не соответствует материал ну вот я извинился да те кто не первый раз ко мне на вебинар приходят те знают что я вот ухожу в эту философскую область и только вот в конце я попытался связать можно быть может быть там в другой момент я расшифрую вот именно те практически области примит применения так вот и вопрос насколько этичен искусственный интеллект угрожает ли искусственный интеллект будущему человечеству ну да спасибо за вопрос он вот в сердце всей этой проблематики состоит конечно я и начиная показал что мы сегодня говорим так много потому что прежде всего опасаемся и первая тема которую надо сегодня поставить в этом плане Илон Маск совершенно прав первую в первую очередь надо поставить этический вопрос о границах искусственный интеллект о его возможностях ну и как вот нам с ним быть по-любому может он что-то там нам произвести какую-то угрозу или если он начнет развиваться как это в фильмах автоматически автономно уже нас не спрашивая начнет сам собой развиваться в это конечно верится с трудом но независимо от того может он это или не может мы должны сначала и сами осмыслить что это такое с чем мы имеем дело и вот эти вот этика это что это нормы мы должны обставить этот феномен нормами например эвтаназии это хорошо в каких-то случаях люди страдают и действительно надо задуматься может быть лучше им уйти из жизни чем страдать каждый день но мы сначала обставим давайте это осмыслим и обставим этическими нормами и точно определим для себя и тогда сделаем решение делать эвтаназию разрешать или нет или там клонирование да вот эти все вопросы техническая сторона уже дошла до этой стадии а мы интеллектуально мировоззренчески еще нет поэтому мы конечно должны очень интенсивно в то время как программисты там один успех за другим успехом демонстрируют мы философы гуманитарии на самом деле очень здесь медленно отстаем страшными темпами я не думаю что надо останавливать какое-то развитие и вот сесть на полгода подумать это немножко наивно и смешно мы просто должны включиться все в этот процесс и действительно начать шевелить мозгами что происходит ну и я постарался как мог свою лепту внести так вы говорите что человек уже не конкурент машине но при этом угроза нет ну так а почему я не вижу здесь противоречия если принять что машина искусственный интеллект всегда подчиняется человеку или как вот по закону азимова первое правило работы искусственного интеллекта не навредить человеку допустим если это работает правило то в принципе то нет какой бы он мощным не был он будет только служить он не создает угрозу он всегда будет нам просто помогать но гарантии вот этого тоже нет поэтому может составлять и угрозу смотрела портреты с помощью нарисованных искусственного интеллекта черты лиц правильные красивые Квазимода отсутствует у художников работа не отобрана ну на самом деле тоже хороший вопрос отобрана работа это же один из этических вопросов искусственный интеллект будет колоссально много работы отбирать это по сути дело больше угроза чем если искусственный интеллект станет суперкомпьютером и начнет там что-то козни творить нет его основная угроза что он сейчас начнет отбирать работу причем достаточно интеллектуальную работу человеку как вот сейчас ставится вопрос нужно будет или переходить в отрасли где только руками искусно работать дворником ну дворник даже уже заменен или в очень высоко интеллектуальные сферы то есть юристом быть уже мало потому что есть автоматизированные юристы а нужно быть суперюристом а вот супер то есть обгонять везде искусственный интеллект это будет уже очень непростая задача понятно что это для некой интеллектуальной элиты не каждый человек сможет в догонки с искусственным интеллектом играть так используя математическое название фигур надеялась получить картину Кандинского ну это эксперимент очень интересный да вот это бот GPT он позволяет сейчас поиграться с этим но я думаю что это тоже такой хайп что через какое-то время и у GPT границы обозначатся и все поймут что ну вот пару задач он может решать а остальное все это несерьезно вот это просто такой хороший очень важный еще скачок в развитии искусственного интеллекта во всяком случае это очень интересно соприсутствовать это соучаствовать это осмысливать это поэтому и вам тоже вас тоже мотивирую стимулирую погрузиться в эту тему это действительно то что составляет повестку завтрашнего дня вот ну что ж на этом вот вроде все вопросы а ну вот все таки еще вопрос какие какие конкретные задачи в библиотечной сфере могут быть решены при помощи искусственного интеллекта и как эти решения могут улучшить доступность и качество библиотечных услуг ну спасибо вот все таки вопрос как говорится прям по существу название тогда если вы разрешите буквально пару минут вот на этом на этом остановлюсь на самом деле действительно целую лекцию надо бы позвятить конкретике как мы можем эти технологии использовать в нашей действительно работе здесь очень много конкретных применений еще раз просто обозначу суть по сути вытекающей из моей постановки задач по сути дела вот весь огромный комплекс опыта человечества то есть текстов которые созданы а их миллиарды должны собраны в единый массив оцифрованный и вот судя потому что мы с вами там за 10 или 20 лет оцифровали ну вообще там одну тысячную может быть всей работы насколько это все сумбурно не систематично очень коряво так происходит вот уже это говорит о том какая большая работа предстоит чтобы просто ее наладить и сделать ну а дальше вот из этой базы данных действительно можно будет творить чудеса можно получать знания то есть из опыта сразу вот протянув руку и это конечно очень сильно повысит наши возможности это то что будут требовать от библиотек мы с вами по сути олицетворение вот этой вот библиотеки знаний который уже будет работать не путем там дайте нам книжку и там листать мне получил и начинает листать а по сути дело вот одним кликом нужно знание оно сразу должно получаться чтобы вот этот вот короткий путь организовать колоссальная работа я думаю что она займет ну минимум работу одного полного человеческого поколения то есть лет 30-50 мы будем с вами заниматься вот этим очень серьезно и на сегодня мы стоим ну вообще в первом классе как самые самые начинающие малыши вот так что здесь не только стоит вот осмыслять и думать над этими грандиозными будущими а стоит очень много засучив у кого работать вот ну я вижу что запросы интерес есть я все-таки постараюсь этот запрос тоже на него ответить и расшифровать уже по деталям и вот в этих общих задачах да вот они базы данных в области распознавания рекомендательной системы перевода и творческой генерации вот не только в этих статистических направлениях но и в конкретных каких-то проектах может быть чужих тоже проектах что сегодня делается в этом направлении ну все спасибо коллеги за ваше внимание за время уделенное надеюсь те кто прослушал были не разочарованы до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...